В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Посыпай. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Слишком тонкие специалисты ДГХ призывают горожан не выходить на лёд. Профессия или призвание в Сарове состоялся финал конкурса «Педагог года». 21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. Далее расскажем обо всём подробно. После того, как за окном устанавливается морозная погода, коммунальные службы начинают еженедельный замер толщины льда на городских водоемах. Делается это с целью соблюдения правил охраны жизни людей на водных объектах. Согласно постановлению правительства Нижегородской области, безопасной для выхода на лёд считается толщина не менее 7 сантиметров. Подробности далее. Толщина льда на водоеме неравномерна. Наиболее тонким он бывает у берегов и в мёрзших предметах. Чрезвычайно опасен и ненадёжен лёд под снегом. Перед выходом на замёрзшую поверхность водоёма следует знать ряд правил. Первое, на что стоит обратить внимание, это цвет льда. Лёд должен быть зеленоватого оттенка. Зеленоватого, значит, он плотный, значит, он такой настоящий, он выдержит вес человека. Для массового выхода на лёд допустима толщина не менее 25 сантиметров. Любителям срезать путь через замёрзший водоём необходимо постоянно следить за погодой и перепадами температур. Часто изменения показателей столбиков термометра могут привести к появлению трещин. Специалисты советуют не проверять прочность льда ударом ноги, а использовать для этих целей палку. И если состояние льда вызывает сомнения, лучше выбрать другой путь. У нас неустойчивая температура. Лёд всё время меняет свой состав. Он бывает и такой зеленоватый, голубой, а бывает очень блеклый, серый, а это уже, соответственно, он очень неустойчивый. Наступление морозов с нетерпением ждут любители подлёдной ловли. Как только водоёмы покрываются коркой льда, они достают снаряжение, одеваются потеплее и отправляются на рыбалку. Тем, кто любит несколько часов посидеть на морозе с удочкой, стоит помнить технику безопасности. На небольшом расстоянии не должно быть много лунок, потому что это, опять же, приводит к тому, что лёд начнёт трескаться, появляются такие промойны, и рыбаки могут просто проводиться под лёд. Пройти тропинкой через реку, выйти покататься на коньках или заняться подлёдной рыбалкой. Стоит помнить, что в городе есть места, где выход на лёд опасен для жизни. Там устанавливают специальные сигнальные таблички. За нарушение правил существует административная ответственность. Широкий кругозор, гибкое мышление, готовность осваивать новые формы и методы работы – это далеко не полный перечень качеств воспитателя. Современный педагог детского сада – человек ответственный, но в то же время творческий. В Доме учителя прошёл финал конкурса профессионального мастерства среди педагогов дошкольных учреждений. За звание «Педагог года-2018» боролись три воспитателя. Татьяна Кощеева из детского сада «15», Ольга Синилова – детский сад «40» и Ирина Шибалина – детский сад «45». Участницы представили визитную карточку, провели мастер-класс и ответили на вопросы жюри. Департамент образования ежегодно проводит конкурсы профессионального мастерства педагогов. Подобные соревнования мотивируют молодых специалистов на то, чтобы двигаться вперёд, видеть, к каким достижениям можно прийти и профессионально расти. А сегодня девчонки были молодцы. Сегодня была представлена и методология, и фундаментальные теоретические знания, и была прекрасная пресс-конференция, позволяющая оценить вообще и проблемы, и возможности инклюзивного образования. И мастер-классы, которые сегодня не только показали профессионализм наших коллег, но и научили многих чему-то новому, чему-то интересному. Мне кажется, сегодняшний конкурс – это шаг в дальнейшее профессиональное будущее. Победителем стала Татьяна Кощеева. В этом конкурсе она участвует не первый раз. В прошлом году заняла пятое место. Но, как говорит победительница, хотелось стать первой. В этом ей помогла настоящая любовь к своему делу. Вот без любви, мне кажется, никуда. Если любить не будешь ребёнка, то и ничего не получится вообще. И, конечно, умение найти с ребёнком общий язык. Это самое главное. Дорога к финалу была непростой. Татьяна и её коллеги начали готовиться ещё летом, изучали методики, придумывали тему занятия. Уровень подготовки своих соперниц Татьяна Кощеева оценивает высоко. Все педагоги, которые работают именно в дошкольном образовании, они очень талантливые, очень открытые и обладают большой компетентностью педагогической. Второе место в конкурсе «Педагог года» среди работников детских садов присудили Ольге Синиловой. Третье место заняла Ирина Шибалина. На улице Духова запретят парковать автомобили. Соответствующее решение приняла Комиссия по безопасности дорожного движения. Как следует из постановления администрации, остановку запретят на участке от пересечения улицы Духова с улицей Силкина до дома номер 22. Кроме того, запрещающие знаки появятся в районе проходной 21-й площадки. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Депутат областного ЗАГС Собрания Юрий Якимов проведет личный прием граждан. Встреча пройдет 30 ноября в 114 кабинете здания городской администрации с 3 до 5 вечера. Записаться на прием можно по телефону 702 50 и 385 49. В новогодние праздники российские железные дороги увеличат число рисов из Нижнего Новгорода в крупнейшие города страны. Дополнительные поезда появятся на московском и питерском направлении. Билеты можно купить уже сейчас. Расписание и номера поездов опубликованы на сайте sorov24.ru. Многодетная мама из Сарова удостоилась почетной награды. В минувший вторник в Нижегородском Кремле прошел торжественный прием ко Дню Матери. Наш город представляла супруга протеерея отца Сергия Юлия Скузоваткина. За добросовестное отношение к воспитанию своих детей, укрепление института семьи, большой вклад в возрождение и развитие семейных традиций, она получила почетный диплом второй степени. Мир телевидения многогранен и практически не имеет географических границ. В 21 веке телевидение продолжает оставаться одним из самых популярных средств массовой информации на планете. Сегодня профессиональный праздник отмечают все те, кто так или иначе связал свою жизнь с телевидением. Журналисты, операторы, редакторы, звукорежиссеры, ведущие и дикторы. В век информационных технологий все чаще слышны мнения о том, что эпоха телевидения закончилась, и голубые экраны совсем скоро полностью заменят интернет. Однако современные ТВ-каналы не стоят на месте. Они идут в ногу со временем, осваивают всемирную сеть и становятся максимально доступными для зрителей. Именно в Сарове у телевидения гигантские перспективы для развития. Возможно, что появятся новые способы оформления, новые способы визуализации и подачи этой информации. Другие форматы построения сюжетов, другие способы разговоров. Светлана Михайлова-Листром стояла у истоков создания городского телевидения. В далеком 94-м, когда канал 16 только начинал свою работу, не было суфлеров, профессионального студийного света и современных программ для монтажа. Несмотря на это, телеканал развивался, появлялись новые форматы. Самым популярным из них был прямой эфир. Прямые эфиры, которые мы вели с 1994 года, не побоюсь этой даты, с момента создания канала 16 в новом варианте. Это состояние куража и непредсказуемости, и умения выкручиваться из ситуации, когда собеседник не пришел, собеседник пришел больной, собеседника понесло не в ту сторону, когда журналист оказывается застегнутый врасплох. И нужно быстро, оперативно, эффектно, красиво, без последствий для себя выйти из этой непростой ситуации. Екатерина Опенова пополнила ряды сотрудников канала 16 буквально несколько дней назад. И практически сразу она погрузилась в мир съемок, монтажа видео и создания новостей. Семь лет Екатерина проработала на городском радио. На канале 16 знакомая журналистская профессия предстала перед ней уже в новом формате. Меня всегда привлекала возможность отнести текст с картинкой. Хотела попробовать. По-моему, это очень круто. Это параллельная плоскость по сравнению с тем, что я делала раньше. То есть новые знания для журналиста – это всегда очень здорово. Свой профессиональный праздник телевизионщики по традиции встречают на работе. И несмотря на то, что сейчас существует множество разноформатных телеканалов, не стоит забывать, что работают они над одной общей целью – сделать жизнь человека по ту сторону экрана немного ярче и интереснее. Помогать, потому что иначе нельзя. Такого принципа придерживаются добровольцы из волонтерской группы «Движение на встречу». Уже три года они навещают воспитанников детских домов и интернатов в Мордовии. Для детей каждая встреча – это праздник с подарками и творческими мастер-классами. В ближайшие выходные запланирована очередная поездка. О том, как присоединиться к благотворительной акции, расскажем далее. В Потьминском психоневрологическом интернате живут около 200 воспитанников. Это и взрослые, и дети. Для тех, кому еще не исполнилось 18 лет, отведено отдельное здание. В нем находится и отделение «Милосердие». В субботу с благотворительной акцией туда отправятся добровольцы волонтерской группы «Движение на встречу». «Там дети либо лежачие, либо с серьезными патологиями, настолько, что некоторые дети не понимают, что вокруг них происходит. Поэтому такие дети, конечно, не видят разницы, приехали, не приехали. Они просто чувствуют, наверное, благоцивилизацию, скажем так, которую мы привозим. То есть подгузники, влажные салфетки». Волонтеры очень тепло отзываются о своих подопечных. Каждую встречу и дети, и взрослые ждут с нетерпением. «Есть очень эмоциональные дети. То есть они, конечно, радуются. Сразу видно, что они ждут, они узнают тех, кто часто ездит. Если они что-то не понимают, они компенсируют все это эмоциями. По ним, конечно, видно». В этот раз волонтеры везут своим подопечным средства гигиены – памперсы, влажные салфетки, пеленки. Также детям необходимы бутылочки для кормления, поскольку из-за патологии некоторые воспитанники Потьминского интерната не могут самостоятельно есть. Передать пожертвования или присоединиться к поездке в Потьму могут все горожане. Подробности по телефону 2-74-12. Более 700 юных артистов из разных уголков Нижегородской области приняли участие в ежегодном всероссийском конкурсе «Сияние талантов». Наш город представляли несколько танцевальных студий. Воспитанники отделения эстрадной народной хореографии «Задоринки» Дворца детского творчества на этом фестивале стали лауреатами. Танцевальный коллектив «Задоринки» Дворца детского творчества участвует в конкурсе «Сияние талантов» несколько лет. И каждый раз воспитанники привозят домой дипломы разных степеней. В этом году юные артисты стали победителями в номинации «Народный и эстрадный танец». Для детей это, конечно же, бесценный опыт. Опыт и дух соперничества, осознание и понимание того, что это не просто выступление, как на концертах, а это действительно происходит борьба за первое место. У них уже у самих какой-то такой азарт появляется и интерес. В конкурсе приняли участие юные танцоры со всего региона. Оценивала конкурсантов компетентное жюри, в состав которого вошли педагоги ведущих вузов России, а также руководители творческих коллективов и студии музыканты и хореографы. Некоторые участники специально приезжают на такие конкурсы, чтобы узнать мнение профессионалов. Я знаю, насколько это важно, пообщаться после конкурса с судьями, узнать мнение. Я всегда остаюсь до последнего момента, когда закончится конкурс, чтобы обсудить, переговорить, ну, в первую очередь услышать наши, скажем так, возможности нашего роста, возможности роста коллектива и воспитанников, услышать критику конструктивную. Коллективу Задоринки в этом году исполнится пять лет. Некоторые из участниц занимаются здесь со дня его основания и уже точно знают, как правильно вести и держать себя перед зрителями. Но, как признаются девочки, перед каждым выходом на сцену волнение все же присутствует. И справиться с ним им помогает преподаватель, который вселяет в них веру в себя. Я очень боялась, мне было страшно, мне было спуга. Но я постаралась, я даже не думала, что займем первое место. Когда мы узнали, что у нас было призовое место, мы с коллективом очень обрадовались, потому что это был всероссийский конкурс. На конкурсе руководитель Задорина Канакозловская была отмечена за вклад в развитие культуры и искусства России, а также за вдохновение и мастерство. Лучшее средство профилактики простуд и вирусных заболеваний – мед. Об этом знали еще древние мудрецы. Полезное лакомство, как лекарство, используют уже много веков. И при этом мед еще и очень вкусный, тем более, когда есть из чего выбрать. В Центре культуры и досугов НИЭФ начинает работу выставка «Медовая феерия», на которой традиционно представлены десятки сортов меда. Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками, на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда вы найдете в Центре культуры и досугов от СНИЭФ. С 22 по 24 ноября там проходит ярмарка «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще, любимый многими, хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И, как и любые темные сорта меда, такие, как тот же хвойный или каштановый, помогают работе сердечно-сосудистой системы. На ярмарке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед. И мед с акации, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акации – очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде. И полезен детям. Аллергию не вызывает. На ярмарке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства. Перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры. Это как аэрозоль брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Все сорта можно попробовать лично. И остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите. Ярмарка «Медовая феерия» работает в Центре культуры и досугарфе от Снев с 22 по 24 ноября с 10 утра до 6 вечера. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Позыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей.